Отучить чиновников давать пустые обещания, как оказалось, задача непростая. По словам начальника контрольного управления Максима Туровца, в некоторых районах озвученные обязательства не выполняют годами. Например, чтобы разобраться сегодня в поручениях губернатора, сорванных по срокам в Крыловском районе, понадобилось 35 минут. В муниципалитете уже два года не могут возвести пристройку к школе и почти год не ставят на учет зеленые зоны. Был установлен конечный срок выполнения поручения – июль 2017 года. Однако работа в данном направлении в районе ведется неудовлетворительно. В районе поставлено на кадастровый учет менее половины зеленых зон. Здесь у нас получается из 19 зон 9 поставлено, 10 находятся в работе. Но вот по срокам, я думаю, еще, если можно, до середины года этот вопрос... Но у вас так сроки все прошли. Сколько вам времени нужно для того, чтобы зелеными зонами закрыть тему? Раз и навсегда. Ну, если можно, до 1 июля. До 1 июля ставьте. Коллеги, вот эти зоны, нам просто еще раз подчеркиваю, это парки и скверы. Вот они максимально очень становятся лакомыми в случае, если вдруг у вас появляются какие-то инициативные, в кавычках, застройщики. Поэтому защитите вы эти парки и скверы Крыловской и Крыловского района для будущих поколений. Просто защитите. А для этого нам просто их поставят на кадастровый учет, чтобы они были парками и скверами, и рощами. А не просто территориями, которые, в случае чего, могут быть застроены. Затягивание сроков строительства новых школ – также одна из самых популярных на сегодня претензий контрольного управления. Кроме Крыловского района такая проблема и в Новокубанске. Как выясняется, основная причина в пресловутой бюрократии. Служащие на местах просто не отправляют вовремя соответствующие бумаги для экспертизы проекта. «Строительство школ, еще раз подчеркиваю, коллеги, это не обсуждается, а приоритет. Это приоритет. Школы и детские сады. Школа – это даже номер один. То есть, если мы говорим о серьезной экономике нашего края через 5-10 лет, то, конечно, ее надо растить сегодня в наших школах, эту экономику. Те, кто эту экономику будет делать, и на это денег мы жалеть не будем. Еще раз подчеркиваю, это приоритет, стратегический приоритет. Все. Притом, мы должны подойти к начинке школ, современнейшей начинки, чтобы наши ребята были по уровню подготовки не хуже столичных». Однако полбеды, когда строительство школы затягивается. Хуже, когда ее нет даже в планах. Вопросы у губернатора по ситуации в Краснодаре. По двум адресам в краевой столице возводят многоэтажные жилые дома без подготовки для детских садов и школ. Никакой точечной застройки без комплексного освоения территории быть не может. Напомнил Вениамин Кондратьев. «Мы договорились так со всеми муниципальными образованиями, со всеми главами, что выдаем разрешение вообще на строительство. Тем более на точечную застройку, которая должна быть исключением. Только при условии, если мы понимаем, куда пойдут дети, которые, конечно, вместе с родителями заселятся в точечное возведенное жилье, в какой детский садик, в какой детский садик и в какую школу. И если у нас рядом и даже ближайшие садики и школы переполнены, то там не может быть никакой точечной застройки». В ходе часа контроля назвали тех, у кого больше всего невыполненных поручений губернатора. Это Краснодар, Каневской и Крыловской районы, а также два краевых министерства, природных ресурсов и жилищно-коммунального хозяйства. «Самое опасное, когда власть обещает и не делает. Вот в чем вопрос-то, коллеги. Пообещали, вы не по-лож. Все, тогда не обещайте. Об этом речь идет. И это правильный подход, коллеги. Если уже сказали, то сделайте. Если обозначили срок, сказали, будет вот так. Вот все, значит, в этот срок и вот так, как сказали, так и сделайте. Это правильно. Это сегодня еще раз подчеркиваю, нужно. Нужно для того, чтобы власти просто верили. В противном случае, кто так не может, ну, значит, наверное, в бизнес нужно идти еще куда-нибудь. Ну, явно не во власти. Потому что власти другое назначение. Другое. И люди, которые во власти, они не работают, они служат». Возможно, для кого-то это стало откровением. Однако точно можно сказать, что за два года, которые губернатор проводит час контроля, количество невыполненных поручений уменьшилось наполовину. Александр Иванченко, Денис Москаленко, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.